Итак, снова приглашаем всех любителей Слова Божьего в Школу Популярного Богословия. Мы говорили о Боге, в Которого мы верим, говорили о Его атрибутах, о сущности, троичности Бога. А сегодня очень важная тема, которая является, по сути, кардинальной, фундаментальнейшей темой в христианстве. Кто такой Иисус Христос? Является ли Иисус просто человеком, который обрел благоволение у Бога? Является ли Он Богом? Является ли Он получеловеком, полубогом, как это часто рисуют мифические культы? Об этом именно мы и будем говорить сегодня. Мы продолжаем изучение Священного Писания в Школе Популярного Богословия. И мы говорили о Боге, о Его свойствах, атрибутах. Говорили о сущности, что Бог един, проявляет Себя в трех лицах, в виде святой нераздельной троицы. Но как вообще Бог открывает Себя? Через что мы можем знать Бога? Вообще, многие люди знают Бога только рассматривая Его творение. Действительно, глядя на природу, на удивительную красоту Вселенной, можно многое знать о Творце. Многое можно сказать о Его мудрости, о Его силе, о Его искусстве. Можно изучать, собственно, Бога, глядя на следы Божьих рук в истории. Глядя на историю, тоже можно много узнать о Боге. Потому что история, наша история человеческая, история всей Вселенной – это тоже откровение Божье. И то, что происходит вокруг нас, нам кажется, что вот там политики что-то решают, что-то делают. На самом деле, за всем этим стоит Божья рука. И изучая историю, мы изучаем, собственно, Божьи дела. Но это тоже очень ограниченное представление о Боге, и полно представить себе Бога, изучая только творение или историю, невозможно. Конечно, есть у нас и Священное Писание, книга, которая открывает точность и открывает Бога. Но любая книга – это в каком-то смысле ограничение. Все, что мы излагаем на бумаге, уже в какой-то мере подвергается некоторым нашим обобщениям и невозможностью выразить все то, что есть на самом деле. Конечно, Бог являлся людям и в виде ангелов, являлся в виде голосов, какие-то личные откровения люди получали. Они слышали, понимали, что Бог говорит с ними. Но это были индивидуальные откровения. А по-настоящему и полное откровение Бога на земле возможно только в лице Иисуса Христа. Откровение Бога – это Сам Иисус Христос. Узнать Бога иначе, чем знать Иисуса Христа, по-настоящему нельзя. Все остальное – только отрывочные, какие-то очень узкие, фрагментарные представления о Боге. А вот Иисус, как Личность, явил Бога. И Священное Писание говорит об этом очень ясно и определенно. Мы прочитаем текст из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Здесь написано «Бога не видел никто никогда». С этим все абсолютно согласны, все понимают. Бога не видел никто никогда. А дальше Иоанн продолжает. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Сын явил Отца. Сын показал, какой Бог. И вот встреча с Иисусом Христом – это и есть встреча с Богом. И общение с Иисусом Христом, изучение Иисуса Христа, рассуждение о Нем – это и есть рассуждение, встреча, общение с самим Богом. Это самое настоящее, самое полное и самое откровенное представление Бога о Себе через Сына Своего, через Иисуса Христа. И когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, когда мы изучаем Его, то мы уже с первых буквально мгновений, соприкоснувшись с тем, что Иисус приходит на землю, мы уже сталкиваемся с некоторой тайной. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих, Павел пишет так «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Здесь речь тоже идет об Иисусе Христе и подчеркивается, что Он – Бог. Бог явился во плоти. Вообще, это тоже один из элементов, который показывает с человеческой точки зрения абсурдность христианства. Как это Бог, Тот, Который управляет Вселенной, Тот, Который сотворил все, Который необъятный, Которого мир не может вместить, и как Он может вместиться в обычную человеческую плоть? Это же неразумно, это немыслимо. Но именно это доказывает, что христианство не выдумано, что это великая тайна, которую может совершить только Бог. Он смог сделать то, что по-человечески, с точки зрения обычного разума, абсолютно невозможно. Бог явился во плоти. В Колоссянам 1 глава, 15 стих, Павел пишет так «Иисус есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть Иисус Христос показывает нам Бога, показывает, какой Бог. И то, что мы видим в Иисусе Христе, это действительно Божье проявление, это проявление самого Бога. Если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, то это просто удивительно, как люди, может быть, не сразу могли вместить и понять, что среди них находится сам Бог. А ведь Он действовал действительно как Бог. Он управлял природой. Вспомните, как Он шел по воде, как по земле. Для Него все равно, что ходить по земле, что ходить по воде. Как Он одним словом повелевает шторму, ветру остановиться. Он может управлять всей окружающей средой, потому что Он Бог, Он создал все это. И это ясное и четкое свидетельство Его божественности. Он мог исцелять людей, исцелять от болезни словом Своим. И это не просто внушение. Сегодня некоторые пытаются повторять опыт Иисуса Христа, внушая человеку, что Он здоров. Но некоторое время работает. Некоторое время человек, может быть, чувствует себя здоровым, а потом снова возвращается болезнь, да еще в худшей форме возвращается. Потому что то, что делал Иисус Христос, это не самовнушение было, не внушение каких-то представлений о здоровье, а это было реальное, настоящее исцеление. Слепые от рождения прозревали. Те, которые не могли ходить, начинали ходить. Те, которые полностью лишили жизни, воскрешали. И не только, скажем, как сын вдовы Наини, когда он недавно только умер, а случай с Лазарем, когда Лазарь четыре дня во гробе лежал. То есть это уже абсолютно точно человек полностью мертв. Здесь уже не может быть никаких сомнений. Уже любые врачи, любые медики подтвердят смерть Лазаря. И Иисус воскрешает его. И Лазарь выходит снова живой, здоровый. И снова вместе с ним празднует и совершает путешествие. То есть вот эти факты ясно совершенно подчеркивают божественность Иисуса Христа. Христос показывает себя как Бог тогда, когда Он прощает грехи. Может быть, для нас это кажется как бы мимоходом. Мы, может быть, не обращаем на эти случаи внимания, когда Иисус прощает грехи. Но еврейские и иудейские книжники, которые хорошо понимали богословие, хорошо понимали природу Бога и людей, они были поражены тем, что Иисус прощает грехи. Вот Марк описывает один из таких случаев. Первая глава Марка с пятого стиха я читаю. Иисус говорит, обращаясь к расслабленному чаду, «Прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он так бахахульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Они были абсолютно правы. Прощать грехи может только Бог, потому что я могу простить грех, который сделан против меня, но я не могу простить грех, если он сделан против другого человека или против общества, или против Бога. Я не имею на это никаких прав прощать. То есть я могу заявить, что я тебе все прощаю, но это будут просто пустые слова. Но тогда, когда Иисус Христос прощает грехи, которые были обращены не против Него, этот больной ничем против Него не согрешил. Но Иисус, когда прощает Ему эти грехи, то больной действительно встает, освобождается от болезни. Иисус, зная, что книжники неудоумевают, не понимают, что происходит, Он объясняет им и говорит, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой». То есть Он продемонстрировал, что Он имеет власть самого Бога. Это свойство, которое только Бог может иметь. Он прощает грехи. Он постоянно подчеркивал, что «Я и Отец одно». Иисус говорит об этом очень много и ясно. И причем тогда, когда Он говорит, «Я и Отец одно», может быть, мы тоже привыкли к этим текстам и не придаем, может быть, какого-то богословского значения этим текстам, но люди, которые слышали Иисуса, когда Он заявлял «Я и Отец одно», они прекрасно понимали, что Он хочет сказать и на что Он претендует. Вот, например, случай, который описан евангелистом Иоанном, который свидетель, лично присутствовал при этом. Он пишет так, 10 глава Иоанна, 30-31 стих. Иисус сказал «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Почему вдруг они схватили каменья? За что? Иисус спрашивает, «За какое доброе дело вы хотите побить Меня камнями?» А они объясняют Ему, «За богохульство, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом», 33 стих говорит. То есть евреи прекрасно поняли, на что Он претендует, что Он, будучи человеком, каким казалось, обычный человек, обычный раввин, что Он делает себя Богом, когда Он заявляет «Я и Отец одно». И они посчитали это богохульством, за которое надо побить камнями. И Иисус не раз делал такие заявления. Например, Он делает заявление о том, что Он существует всегда. Не просто родился на земле и живет тут чуть больше 30 лет, а Он видел Авраама, Он всегда был. В этом же Евангелии Иоанна, в 8 главе написано так, 58-59 стих, «Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я Есим». И здесь снова употребил Иисус вот это божественное имя, я Есим, то имя, с которым когда-то Бог открылся Моисею при горящем кусте, я Есим. И дальше написано, тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Опять такая же реакция людей. Почему такая злобная реакция людей? Что, казалось бы, он сказал такого ужасного? С точки зрения евреев, это действительно ужасно, потому что он объявляет себя Богом. И они это стерпеть не могли. Но он действительно имел все права объявить себя Богом. Он действительно говорил то, что соответствовало полной действительности. И более того, собственно, казнили его, суд в Синедрионе совершился над ним именно за то, что он, будучи человеком, вроде бы объявил себя Богом. В этом же было, собственно, его обвинение, когда приходили лжесвидетели и пытались представить какие-то факты. Все эти факты были мелкие и недостаточные для того, чтобы вынести приговор, смертельный приговор, как собирались вынести члены Синедриона. И тогда первосвященник задает Иисусу прямой вопрос. Скажи нам, ты ли сын благословенного? Ты ли сын Божий? И Иисус отвечает, да. Ты говоришь, что я такой. И первосвященники и все, что там находились, прекрасно поняли ответ Иисуса. Они разодрали одежды свои, потому что положено было раздирать одежды свои, если кто-то богохульствует в знак траура. По закону надо было разорвать одежды свои. Они обвинили его в смерти и предали его смерти якобы за богохульство. На самом деле, это была истинная правда. Он действительно был Богом, пришедшим во плоти. И мы уже читали некоторые прямые тексты Писания, которые говорят о том, что Иисус был действительно Богом. Можно было бы еще добавить несколько текстов. Например, Иоанн в первой главе, говоря о том, как слово воплотилось, пишет так, «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». А в 14 стихе он пишет, «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью. То есть, слово, которое было Бог, стало плотью. Здесь апостол Иоанн очень ясно и четко показывает божественность Иисуса Христа. Или другой текст, послание Тимофею, 2 глава, 13 стих, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа». Бог и Спаситель наш, Иисус Христос. Или Иоанна, 20 глава, 28 стих, когда Иисус является учеником по воскресении Своем Фома, который не был при первом явлении Иисуса, увидев раны Иисуса, увидев Его воскресшего во плоти, Он падает перед Ним на колени и говорит, 20 глава, 28 стих, «Фома сказал Ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Он называет Его Богом, и Иисус не отвергает этого обращения, потому что, если Он действительно человек от Бога и не равен Богу, Он никогда не позволил бы обратиться к Нему с таким обращением «Бог мой». Ни один ангел не позволял себе, чтобы кто-то оказал поклонение, равное Богу, не Богу. В духовном мире все это известно очень ясно и четко, и то, что Иисус принимает поклонение, как Бог, подтверждает, что Он действительно является Богом. Ну, или послание к евреям, 1 глава, 8 стих, написано, «А о Сыне престол Твой Божий век века». О Сыне сказано престол Твой Божий. Здесь тоже совершенно ясное указание на божественность Иисуса Христа. То есть, все различные тексты Писания и множество свидетельств доказывают, что Иисус Христос действительно Бог, Бог, пришедший во плоти. И хотя это немыслимо, но это действительно так. Но Иисус Христос не только Бог. Он, оказывается, и стопроцентный человек. Некоторые слишком подчеркивают божественность Иисуса Христа в ущерб Его человечности и не обращают внимания на человеческие свойства Иисуса Христа. Потому что действительно, опять-таки, в человеческом разуме трудно совместить, как это во Христе сочетается и божественная, и человеческая природа. И не поглощает одна природа другую природу. Он остается вполне Богом, не лишая своих божественных свойств, хотя некоторые свойства божественные он не использует. Например, он не использует свое свойство, все присутствия, он не находится одновременно во всех местах Вселенной, тогда, когда он находился в человеческой плоти. Но это не значит, что он отказался от какого-то из своих божественных свойств. Он только не реализовывал некоторые из своих свойств. Но в то же время он был стопроцентным человеком, вполне человеком. И Священное Писание как раз это очень ясно показывает. Он рождается, как обычный человек. Он возрастает в послушании родителям. Нигде мы не видим ни одного случая, чтобы Иисус использовал свою божественную силу для себя лично. Тогда, когда ему плохо, он не пытается облегчить свои страдания тем, что он же Бог, он же может себя как-то обезопасить, он может сделать так, чтобы не чувствовать боли, он может сделать так, чтобы не чувствовать голода или жажды, но он никогда этого не делал. Он прошел этот земной путь как абсолютный человек во всем, уподобившись нам, как говорит Священное Писание, кроме греха. Вот грех он не вкусил. А все остальное он прошел точно так, как проходят самые обычные люди. Священное Писание говорит, что он алкал так же, как, собственно, все обычные люди. Ну, написано так Матвея, 4 глава, 2 стих. «Постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал». То есть он захотел кушать. Это совершенно нормально для естественной человеческой плоти. В Евангелии Иоанна, 19 глава, 28 стих написано, что «после того Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». То есть он жаждал, как обычный человек и ни в чем не использовал свои божественные свойства для того, чтобы облегчить свои страдания. Когда он встретился с самарянкой у колодца, она приняла его за обычного иудея. У него не было ореола над головой, как иногда это рисуют на красивых картинках. У него не было каких-то особых божественных внешних проявлений, которые бы выделяли его. То есть он выглядел как человек, он вел себя как человек, поступал как человек, и поэтому ничего удивительного нет, что иудеи соблазнялись и не понимали, как это может быть, что обычный сын плотника из Назарета вдруг проявляет такие божественные свойства, имеет такие невероятные знания. Как это возможно? Действительно, по-человечески это абсолютно невозможно. Иисус, как обычный человек, проявлял эмоции. Он любил, он страдал, он прослезился у гроба Лазаря. То есть он действительно проявлял обычные человеческие свойства. И это все показывает, что Иисус действительно был в удивительном положении. Здесь на земле он явил Бога с одной стороны и был истинным Богом. И мы исповедуем и правильно говорим с точки зрения Писания, что он был вполне Бог. Но он в то же время был истинным человеком. И мы исповедуем и заявляем, что он был точно такой человек, как и мы, со всеми человеческими свойствами. Именно поэтому автор послания к евреям говорит, что он может сострадать нам, людям. Потому что он прошел этот путь, как мы. Если бы он прошел этот путь, как Бог, используя свои божественные свойства, он бы, может быть, не мог понять наши все переживания и чувства. Но он прошел этот путь, как обычный человек. И это совмещалось в Иисусе Христе. Поэтому и в одном из древних исповеданий так тоже ясно указывается, что в нем человеческая и божественная сущность соединялись неслиянно и нераздельно. Неслиянно и нераздельно. То есть их невозможно было разделить, но они и не смешивались между собой. Так что то, что мы видим в Писании об Иисусе Христе, мы видим о Боге. И в то же время мы видим о человеке. И это очень важная истина, что Иисус был по-настоящему человеком не только потому, что Он может сострадать нам из чисто эмоциональных таких побуждений, но это очень важно для нашего спасения. Потому что тогда, когда мы понимаем, что Иисус стал полностью человеком, мы можем понять, что Иисус поднимает и нас, людей, до своего божественного уровня. Он опустился с божественного уровня на землю, стал как человек и поднимает нас до своего уровня. Если бы Он не был вполне человеком, то Он бы не смог и нас освободить от греха. Если бы Он не был вполне Богом, Он бы не смог и нас сделать сынами, дочерями, детьми Божьими. А Священное Писание заявляет, что мы тоже становимся единосущными Отцу и Сыну тогда, когда мы каемся, когда мы принимаем весь спасение, когда мы рождаемся свыше. В нас рождается вот это новое естество уже от Бога. Поэтому и говорит Писание, от Бога родились. То есть, люди, оказывается, благодаря тому, что Иисус опустился к нам в нашу юдоль земную и поднялся потом по воскресенье из Своем снова к небу, Иисус может и нас провести этим же путем. И мы можем теперь рассчитывать на Его помощь. Мы можем теперь понимать, что после покаяния, после того, как мы соединяемся с Ним, когда мы становимся членами Его тела, мы становимся теми, кем Господь хотел бы видеть нас очень близкими, детьми Своими, хотел бы видеть нас едиными с собой, так как Он един с Отцом. Именно об этом Он говорит, этому мы должны учиться уже здесь, на земле. Здесь, на земле, мы учимся проявлять любовь такую, которую проявлял Отец и Сын между собой. И эта любовь вполне, конечно, будет доступна нам только тогда, когда мы придем в вечность и там сможем прославить Его истинной хвалой. Да, Господь, чтобы все мы, понимая, кто такой Иисус Христос, могли упасть перед Ним, склониться перед Ним на колени, принять Его прощение и подняться вместе с Ним до божественного уровня, чтобы там в вечности прославлять Его. Аминь. Помолимся Господу нашему. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова